Всем привет! Смородина будет давать каждый год отличный урожай крупной ягоды и не будет болеть, если знать несколько секретов ее выращивания. И сегодня я расскажу о том, как правильно смородину обрезать, подкормить и размножить. Итак, поехали! Осень – это оптимальная пора для обрезки ягодных кустарников. Поэтому уже в начале сентября и вплоть до самых морозов можно смородину обрезать. Значит, что мы делаем? В первую очередь удаляем все сухие побеги. Сухие побеги в основном поражаются стеклянницей, поэтому они и засыхают. Личинки этого вредителя выедают в центре побегов ходы и ветки засыхают. И обязательно вот такие сухие ветки нужно удалять. Если их не удалять, то стеклянница распространится и на другие здоровые ветви, и весь куст может погибнуть. Поэтому при обрезке стараемся максимально низко к самой земле удалить такие пораженные сухие ветви. Эти ветви лучше не отправлять ни в компост, ни использовать как-то у себя в огороде. Их лучше всего сжечь, чтобы уничтожить вредителя. Далее смотрим на кустик. Если вы заметили ветки, покрытые мхами, лишайниками, у них такой темный цвет коры, множество боковых ответвлений. Это самые старые ветки, им примерно по 4, а то и 5 лет. Их также удаляем. Хотя эти ветви могут давать еще урожай, но ягода на них, как правило, очень мелкая, невзрачная. И такие ветви лишь отнимают силы и питание у куста, поэтому их удаляем. Далее опять обращаем внимание на кустик. На нем можно заметить, опять же, ветви с темной, такой практически черной корой. Это также старые ветви возрастом старше 3 лет. Хотя на них еще лишайника нет, но на них множество боковых ответвлений, мелких веточек. На этих ветвях также формируется урожай, но ягода мелкая. Удаляем и эти ветви. Далее удаляем все самые тонкие и слабые веточки, которые растут внутри куста. Как правило, это однолетний прирост, который за сезон вырос. И выбираем из него только самые крепкие, толстенькие веточки. Их оставляем. Остальную всю вот эту мелочь вырезаем, потому что они загущают куст, он плохо проветривается и освещается солнцем. А нам надо, чтобы куст был хорошо освещен солнцем, хорошо проветривался, чтобы ягода созревала и кустик не поражался различными заболеваниями. В итоге после обрезки на кусте должно остаться от 8 до 15 ветвей разного возраста. В первую очередь это ветви двугодичные, которые имеют уже боковые ответвления. И на них вот такой вот молоденький прирост серого цвета. А также молодые веточки, крупные, сильные, которые растут внизу куста. Это однолетний прирост. Уже в следующем году на них появится первый урожай. Когда куст обрезан, нужно снять стресс. Потому что любое вмешательство к растению, будь то обрезка, будь то сборка урожая, вызывают у растения сильный стресс. Поэтому, чтобы снять эту стрессовую нагрузку, после обрезки кустик нужно обязательно пролить чистой водой. Под один куст хотя бы два ведерка 10-литровых воды. И кустик оклемается быстро. Что касается обработок от болезней и вредителей. Конечно, их можно выполнять после сбора урожая, после обрезки. Например, сейчас осенью можно использовать такой фунгицид, всем известный скор, и обработать им кустики. Но это необязательная процедура. Можно выполнить обработку смородины и ранней весной, когда еще почки не набухли. Использовать обычную бордосскую 3-процентную жидкость. Что касается подкормок. Смородину нужно было подкормить более в ранние сроки, уже в конце августа, калийно-фосфорные удобрениями. Сейчас все же уже вторая половина сентября. Подкормки могут смородине уже и не пойти на пользу, потому что листья осыпаются, уже начинает замирать корневая система. Лучше сейчас смородину вообще ничем не подкармливать, не трогать. Но поздней осенью, перед наступлением морозов, примерно в те же сроки, когда вы высаживаете чеснок, замульчируете смородину приствольные круги перепревшим компостом. И вот этот перепревший компост послужит отличным питанием для смородины. С весны он даст хороший старт для роста молодых побегов, активизирует различные биохимические процессы в почве, активизирует почвенную микрофлору, и смородина будет давать отличный урожай. Поэтому поздней осенью под каждый кустик смородины очистить приствольный круг и засыпать два ведерочка перепревшего компоста. И все, ваша смородина будет давать в следующем году классный урожай. А сейчас немного про посадку для тех огородников, у кого смородина еще не растет на участке. Смотрите, у меня в руках вот такой молоденький кустик. Это куст однолетка. В прошлом году я высадил черенки осенью, и вот за сезон вырос такой молоденький кустик. Про черенкование также сегодня расскажу. Теперь этот кустик нужно посадить на постоянное место. Значит, будем сейчас готовить посадочную яму. Глубина ямы 50 см, ширина 50-80 см. Всю эту землю из ямы достаем, и затем плодородную землю смешиваем с перепревшим компостом. На такую посадочную яму понадобится примерно 2-3 десятилитровых ведра перепревшего компоста. Если компост у вас под рукой нет, можно использовать перепревший навоз, либо купить в магазинах биогумус. Также 20-30 литров, и с вот этой огородной землей его перемешать. После того, как вы выкопали ямку и засыпали туда компост, нужно добавить немножко древесной золы, потому что в золе много фосфора и калия. Есть также кальций и другие микроэлементы. Вот на такую ямку я вношу примерно 2-3 стакана древесной золы. Значит, но такая заправка почвы подходит не для всех участков. У меня, например, почва кисловатая, поэтому зола пойдет только на пользу. Немножко ее раскислит. Сморозина предпочитает слабокислые почвы. Но если у вас почвы щелочные, нейтральные, то золу лучше, конечно, не добавлять. Используйте минеральные фосфорно-калийные удобрения. И вот на такую ямку вам понадобится примерно грамм 80-100 минерального калийного фосфорного удобрения. Все компоненты смешивайте. Это, как я говорил, земля с огорода из ямы, это компост, это зола либо удобрения. Все нужно перемешать в посадочной яме. Когда посадочная яма заполнена, опять же, делаем небольшое углубление, чтобы туда вставить кустик с корнями. Ямка примерно сантиметров, может, 20, вот, чтобы корни нормально расправились. Выкапываем. Сейчас, подождите секунду, нелегкий труд копать ямы. Все, выкопали, опять углубление. Теперь, чтобы кустик лучше приживался, добавляю микоризные грибы. Что такое микоризные грибы? Практически все многолетние растения находятся в симбиозе с микоризными грибами. И эти грибы помогают лучше усваивать питание растениям. Лучше помогают приживаться. Обычно в почве они везде есть эти микоризные грибы. Но, правда, неизвестно в каком соотношении, в каком количестве. Потому что сейчас дачники на огородах применяют слишком много минеральных удобрений, слишком много химии. Земля истощена, бедная. Поэтому все же микоризные грибы я советую добавить, чтобы кустик лучше прижился. Вот на такую ямку я беру, наверное, небольшую такую горсточку, но может столовая ложка с горкой в сухом виде. Есть еще и в жидком виде микоризные грибы продаются. И вношу в посадочную ямочку. Затем посадочную ямку. Земля немножко суховатая. Вот проливаю чистой водой. Вот так вот берем чуть-чуть проливаем. Вода впитывается. И берем наш кустик. Корни у кустика очень хорошие, мощные. И обратите внимание, уже хорошие почки заложились на урожай следующего года. И вот здесь внизу еще есть такие почечки. Их обязательно нужно заглубить. Для чего это делается? Чтобы в следующем году с этого кустика сформировалось много-много побегов. И чем больше молодых побегов, естественнее, тем больше будет урожай. Поэтому при посадке такой кустик заглубляем примерно на сантиметров 10. И самое важное, при посадке садим этот кустик под наклоном. Это нужно, опять же, для того, чтобы было кущение получше. И во-вторых, чтобы кустик лучше приживался. И располагаем его с севера на юг. Не с юга на север, а с севера на юг. Потому что если повернем ветки на юг, они будут расти в одну сторону на юг. А если повернем на север, то кустик будет тянуться к югу и будет расти ровненько со всех сторон. Поэтому берем куст и вот так вот под углом 45 градусов вставляем в ямку. Подсыпаем немножко под корни земли, чтобы они расправились. Начинаем засыпать. Можно руками, можно лопатой. Я люблю руками. Так вот, все это засыпаем. Немножко прижимаем руками. Вот таким образом мы его заглубили хорошенечко. Так, затем делаем небольшое колечко из земли. Вот такой вот холмик. Зачем он нужен? Смотрите, при поливе, чтобы влага никуда не утекала. Вода не вытекала. Чтобы здесь уплотнилась земля, была хорошая сцепка с корнями и куст прижился. Поэтому вот такое вот кольцо я делаю. Вот, все, кустик готов к поливу. Беру обычную воду и вот этот куст поливаю водичкой. Казалось бы, кустик у нас посажен, больше ничего делать не надо. Но это не так. Многие зрители, дачники, огородники, они оставляют вот эти ветки в надежде, что уже в следующем году появятся первые ягодки. Да, действительно, эти ягодки могут появиться, но урожай будет скудный. Всего там, может, пару ягод каких-то. Поэтому не жалейте кустик. После того, как посадили, оставляем внизу пару почек, там штук пять, может, и вот эту всю надземную часть куста практически полностью обрезаем. Обрезаем, обрезаем. Для чего делается такая обрезка? Чтобы вот из этих оставшихся почек выросли дополнительные побеги, чтобы был мощный куст с множеством побегов. И тогда урожайность уже через два года будет просто колоссальная. Побеги очень быстро растут. Уже в следующем году вот этот куст вымахает по метру, а то и больше вот эти побеги. Уже в следующем сезоне, к осени, куст вырастет примерно метр высотой, а может и больше при хорошем уходе. И через сезон, опять же, даст первый урожай с крупной ягодой. Вот эти ветки, кстати, обратите внимание, есть очень тоненькие, такие слабенькие, а есть, в принципе, и довольно плотненькие, хорошие. Их можно, опять же, размножить. То есть, если вы кустик смородины купили где-то на рынке, да, и хотите его размножить, хороший сорт какой-то там удачный, то есть, да, либо у вас дома растут уже взрослые кусты, можете нарезать вот таких вот веточек, однолетний прирост, желательно потолще чуть-чуть их взять, ну, это еще может приживется. И из них вы можете вырастить новые саженцы смородины. Значит, как их размножить? Срезаем вот такие однолетние приросты, да, верхний срез делаем прямой, нижний косой, чтобы лучше корешки нарастали. Берем грядочку, вскапываем. Например, грядка у вас под чеснок, там под лук, широкие междуряди какие-то есть, ну, неважно, где у вас есть место. Вот, и эти черенки, опять же, высаживаем под наклоном 45 градусов с севера на юг. Вот так вот в землю их, чтобы наверху торчало там несколько почек. Полили водой, и все. К следующей осени у вас вырастут молодые кустики, абсолютно бесплатно, не нужно в магазинах ничего покупать. Таким же способом вы можете размножить не только черную смородину, но и красную смородину, пузыреплодник. Крыжовник, конечно, хуже приживается, но бывают и положительные результаты. Можно розу размножать, можно даже виноград пробовать размножать, особенно девичий виноград хорошо. Различные ивы таким способом размножаются при осенней посадке. И вот кому нужен посадочный материал, срочно нужно размножить побольше смородины, посадить. Ну, самый, пожалуй, такой оптимальный способ. Не забудьте обрезать смородину осенью, подкормить ее, посадить, если она у вас еще не растет. И в следующем году у вас будет отличный урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok